Здравствуйте! 18 мая в 6 вечера на нулевом километре в Барнауле состоится открытие всероссийской акции «Ночь музеев-2019». О ее программе поговорим сегодня с заместителем директора по научно-просветительской работе Государственного художественного музея Алтайского края Татьяной Бондаренко. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, как я уже сказал, в 6 вечера состоится открытие «Музейной ночи». В чем особенность в этом году? Ведь, насколько я знаю, на час раньше, чем основная программа открытия запланирована. Да, действительно, в этом году нами принято решение оргкомитетом сделать открытие акции на час раньше. Открытие будет происходить на нулевом километре, второй год мы там делаем. Для чего? Для того, чтобы наши посетители, которые придут на открытие, не потеряли во времени посещения музеев. Поскольку на открытии у нас будут находиться автобусы, 5 маршрутов, тоже второй год мы делаем такую услугу для удобства посетителей. Надо сказать, что она пользуется успехом, поскольку это очень удобно. Прийти, сразу сесть в один автобус, 5 музеев проехать, то есть с экскурсоводами, с волонтерами. И вот пока пройдет открытие, потом пока все рассядутся по автобусам, доедут до музеев и как раз прибудут в первый пункт назначения ровно к 7 часам, к 19.00, где уже у каждого музея начнется своя программа. Мы сочли это удобным и вот решили сделать так. Как построены программы, маршруты этих автобусов? То есть по каким-то ключевым точкам или по какому принципу? Вот 5 музеев именно выбрано. Ведь, насколько я знаю, музеев гораздо больше. Конечно. Принцип простой. Удобство передвижения и меньшая затрата по времени от музея к музею, чтобы как можно больше хватало времени на посещение самого музея. Поэтому сюда вошли и государственные музеи, и ведомственные музеи, и частные музеи. Поэтому, я думаю, если кто-то захочет воспользоваться именно этой услугой, он должен заранее зайти на сайт нашего музея или сайт нашего министерства, посмотреть, выбрать маршрут, который ему нравится больше всего. Ну, что вот поехать на этом автобусе, нужно заранее приобретать билет или можно по факту прийти и уже... Да, запись на вот эти маршруты будет происходить на нулевом километре с 17.00. То есть, если вы придёте немножко пораньше... То есть, вот как раз к открытию можно прийти? Да, к открытию. Там минут за 20-15 прийти пораньше, записаться у волонтёров, понять, где стоит ваш автобус, понять, кто будет с вами экскурсоводом из волонтёров на протяжении всего маршрута. И, посетив открытие, сесть уже и поехать с комфортом, скажем так. Ну, вот в прошлом году или чуть ранее отказались от единого билета. В этом году будет так же? Да, мы давно это сделали, ещё с 2014 года начинаем. С 2014 года, кажется. Да-да-да, мы отказались. Вот. И сейчас у нас, скажем так, работают вот те учреждения, которые всегда работают по билетам, они и так и работают по билетам. А те, которые всегда работают без билетов... Так, как Короведческий, например, музей. Да. Ну, у Короведческого музея у него же только входной отсутствует билет, а все экскурсии и так далее... Ну, понятно. Это отдельное. Это отдельное, конечно. Это вот те самые вот стандартные, скажем так, для нас, вот те, кто работает по билетам, у нас у всех одинаковые цены. 100 и 50 для льготной категории. Каждый год «Музейная ночь» — это обширная программа, которую не охватить даже в нашей 10-минутной программе. Но все-таки на что, на ваш взгляд, посетителям «Музейной ночи» в этом году стоит обратить особое внимание? Ну, вот знаете как, рекомендовать очень сложно, потому что у каждого собственные интересы. Поэтому вот первая рекомендация, она для всех, безусловно. Нужно ознакомиться со сводной программой, потому что она уже давно размещена, с конца апреля, на сайте нашего музея, в группе ВКонтакте. У нас есть группа ВКонтакте, действующая тоже уже второй год. Есть у нас сводная программа на сайте министерства. Нужно обязательно ее скачать, внимательно изучить и свой собственный маршрут составить. Потому что тратить время на то, чтобы изучать в процессе, конечно, не стоит. Потому что, ну вот представьте себе, в городе 41 музей. Не охватить просто, тем более пешком. Конечно. У некоторых программа на 5 листов. Ну, как вы думаете, это вот разве можно за 5 минут что-то там понять? Конечно, это требует вот определенных усилий предварительных. И мы рекомендуем прямо это сделать. А дальше уже, смотрите, кому вот что понравится, какая тема, какое мероприятие. Ну, может быть, пару примеров приведете. Ну, вы знаете, вот всегда очень обширная программа. Вот на те самые 5 листов, как я говорю, Гмелика. Вот это Государственный музей истории, литературы, культуры, искусства Алтая. У них очень обширная и детская площадка, и на разные вкусы совершенно. Бал они устраивают регулярно. Там и бал, и экскурсии, и киноуроки, и кинопоказы, и все что угодно. В этом году очень интересная программа у Краеведческого музея. Она тоже такая обновленная, тоже в ней много всяких интересных для детей, очень всяких интересных, занимательных вещей. Прямо достаточное количество. Всегда очень интересная программа у музея «Мир времени». Увлекательно. У них есть… Это улица Матросова. Это «Мир времени», да, это улица Матросова. У них три площадки. Просто в основном музеи сконцентрированы в центре города. Вот до этого музея немножко надо доехать. Ну, вот надо постараться, потому что там интересно на самом деле всегда. Поэтому я и говорил, на что обратить внимание, потому что не все даже знают. Да, у музея «Мир времени» очень интересная. «Мир камня» всегда интересная программа. В этом году у нас несколько новых площадок появилось. И я вот хочу, скажем так, ну, внимание наших горожан на это обратить, поскольку, вот, вы знаете как, у многих предприятий городских с историей, скажем так, вот появилось желание эту историю показать. И надо сказать, что в этом году мы с удовольствием в свои ряды приняли такие предприятия, как Барнаульский пивоваренный завод, потому что это предприятия с историей. У них есть свой, скажем так, уголок музейный. У них вот будет организована своя выставочная площадка. Они расскажут, в общем, как функционировал все эти годы завод, откуда пошел и так далее. Покажут производство. Но это очень интересно, я считаю. Да, верно. Какая-то дегустация у них там есть, безалкогольных напитков, потому что у них вот эта линейка очень большая. В общем, я думаю, что вот те люди, которые где-то там близко живут, они могут великолепно этой возможностью воспользоваться и посетить вот такое замечательное предприятие. После реконструкции открылась гостиница «Алтай». Тоже у них есть с исключительной историей, скажем так, организация. Мало того, что здание, на него смотреть и смотреть, то есть там целая история со зданием. И сама гостиница интересна. Поэтому тоже будет исключительная программа хорошая, поэтому можно туда пойти посмотреть и история города, и история организации. Ну и, может быть, даже история кто-то своей семьи увидит, потому что с 1937 года многие люди, многие семьи барнаульские прошли через, скажем так, через работу в этой гостинице и так далее. Поэтому я думаю, что это вот надо всё-таки изучать сводную программу. Да, ну и, естественно, участвуют художественные школы. Конечно, художественные школы, да. По-прежнему вот центр МЧС. У них великолепный макет, который функционирует, работает, показывает, как это всё происходит. Можно сфотографироваться в форме пожарных и так далее. То есть это очень интересно. Да, ну и для детей, и для взрослых. И для детей, и для взрослых, конечно. Я думаю, что каждый найдёт по душе всё, что вот... Кстати, какие-то возрастные ограничения на посещение музейной ночи существуют? Ну, вы знаете как, он, как мы говорим, у нас от нуля до девяносто. Вот такие ограничения есть. Все желающие могут... Да, конечно. Мы всё-таки... Это же культурная акция. Ну, я думаю, стоит напомнить, какой год, в принципе, в Барнауле проходит музейная ночь? Уже 14-й. 14-й. Мы приближаемся к маленькому, но юбилею. То есть такой небольшой юбилей, назовём его так. 15 лет в следующем году будет. Да, следующий год уже 15-й год будет. Что-то особенное будете готовить? Ну, наверное, подумаем над этим. Да, это дела будущего, но, может быть, есть какие-то планы. Ну, конечно, потому что всегда хочется какую-то знаковую ночь по количеству лет, по числу лет отметить как-то особенно. Я думаю, что, наверное, будет. Ну, я думаю, в завершение нашей программы стоит ещё раз пригласить наших зрителей на мероприятия «Музейная ночь». Пожалуйста. Да, дорогие горожане и жители города, гости города, и жители Алтайского края, потому что ночь музеев у нас будет по всему Алтайскому краю. Это ведь не только Барнауле. Это ведь не только Барнауле, конечно. 61 муниципальный музей по всему Алтайскому краю откроет свои двери. Тоже имейте это в виду, жители разных территорий. Мы вас приглашаем 18 мая. Я хочу сказать, что именно в день, Всемирный день музеев у нас это всё происходит. И акция посвящена именно этому празднику. Мы ждём вас с 18 часов на нулевом километре, а с 19.00 до 2 часов ночи все городские музеи откроют свои двери для любознательных, не спящих, неравнодушных, любящих культуру. Поэтому всех вас ждём на ночь музеев. Спасибо. Ну что ж, будем вместе просвещаться и узнавать новое на «Музейной ночи» уже 18 мая. А я напомню, что сегодня в студии программы «Интервью дня» была заместитель директора по научно-просветительской работе Государственного художественного музея Алтайского края Татьяна Бондаренко. Спасибо и до встречи.